Какие они испанцы? Существует очень много стереотипов, знойные мачо, красотки в платьях фламенко, всегда страстные, немного ленивые, ну, испанское солнышко расслабляет, конечно же, спят сиесту, танцуют фламенко и любят паэлью, не так ли? Я хочу сегодня поделиться своими наблюдениями за 10 лет за испанцами и 5 лет жизни тут. А еще я вам сегодня покажу, что думает мой муж об испанцах, как он их характеризует, какой у них характер или привычки. Ну что, поехали! Какое самое любимое испанское слово? Я думаю, знает его большинство. Это маньяна, то есть завтра. Или оно не наступит никогда. Да. И хоть это и стереотип, но на самом деле он, в принципе, относится ко всему. Вот только кроме еды. Если вы захотите пойти в какое-нибудь классное кафе, то нужно бронировать намного заранее, особенно если выходить с красивым видом. И еда вся по расписанию, никаких маньяна, все строго. Как я вам уже много раз рассказывала, что обед там где-то с часу до четырех, ужин уже после восьми. Хотя сейчас есть, появляются некоторые кафе, которые и в 7.30 где-то, может быть, может даже где-то найдется в 7 вечера, но это практически нереально. Это обычно в Италии. В Испании все-таки обычно с восьми вечера. Поэтому о еде испанцы заботятся заранее. В некоторых кафе есть запись аж за две недели. Например, в Малге есть один отличнейший, просто мясной ресторан, который, кстати, я писала в своем гиде, лучший кафе Малаги, и в котором мы спрашивали у официанта, что запись за две недели. В будние дни, да, вы еще можете попасть, но только на террасу. Внутрь, где там очень красиво, вы не попадете. Вот так вот. А тут маньяна, маньяна. Есть одна вещь священная для испанцев, это еда. Но есть еще и другая особенность этой маньяны, то, что если вы будете вести по отношению к испанцам точно так же, я маньяна, маньяна тебе сделаю, им это тоже не понравится. Этим особенно славится сервис, всякие рабочие. Допустим, вы зовете кого-то там отремонтировать что-то, и неизвестно, когда это завтра наступит. Я думаю, у вас тоже кто тут живет, можете поделиться огромным количеством историй насчет маньяны. Еще черта, которая характеризуется испанцей, это связи, или как называют энчуфи. То есть это приустройство на работу очень вам помогает. Но также я буду рассмотреть очень много на примере еды, так как говорила, что еда тут священная и очень много с ней связано. Например, у вас есть знакомый повар или знакомый хозяин ресторана. То есть вы к нему придете и вам приготовят все отлично. Но, допустим, этот же ресторан, приходят туристы, и к ним могут готовить не так все хорошо. И, допустим, мы пришли в какой-то ресторан и сказали, что вот я типа того, я знаю этого там Антонио, Франциско, неважно. То есть поймут и для вас все сделают отлично. В этом есть особенность. Хотя не могу все равно всех объединять, всех испанцов под одного ребенка, как вообще и всех людей. Да, это такая общая черта, но есть те, кто и не пользуется этим. Есть у нас знакомый, который он бы мог воспользоваться своими связями, но часто даже платит за вход, где могут пройти бесплатно. То есть такой принцип у человека. Есть разные люди. Хотя испанцы очень любят халяву. Но есть исключение. Есть у нас такие нестандартные испанцы. Еще черту, которую хочу отметить, то, что испанцы большие патриоты. Наверное, из-за того, чего нам не хватает. Причем патриоты не то, что в целом, что они Испанию любят. Они любят свое место, где они родились, где они живут. То есть это может быть совсем маленькое поэбло. И не важно, что... То есть нет такого, что вот ты из столицы, а ты из деревни, как бы мы сказали. Совсем нет. Они очень этим гордятся. И, например, еды тоже приведу в такие случаи. Например, то, что вот паэли, да? Все как знают, что это знаменитое испанское блюдо. Но она еще относится... Родина ему считается Валенсия. И валенсианцы, они просто бьют себя в грудь. То, что если кто-то неправильно приготовил... Вообще, как есть такое правило. Не спорь с валенсианцем в рецепте паэлии. Вот мы опять были недавно в одном классном кафе здесь. В Малаге, конечно же. И заказали паэлью. Ее приносят там и с горошком. Как вы... Если вы не знаете, в настоящем рецепте паэлии горошка не должно быть. Просто со мной уже несколько раз так спорили. Мой муж любит с горошком. Мы тоже дома готовим с горошком. Мне не принципиально. Мне главное, чтобы было вкусно. Но в споры, естественно, такие я не вступаю. Это каждому свое, как говорится. Например, также у малагийцев есть. У малагийцев, как я уже много раз говорила, их называют бакеронами. То есть от рыбки, которую тут вылавливают. И часто, если вы придете в кафе, да даже тут в Малаге, особенно на английский язык, там переводят анчоус. Но бакерон это не анчоус. Это, я так понимаю, просто ближайшее слово, которое можно перевести. Рыбка очень похожа на анчоус. Но анчоус вылавливают в северной части Испании. То есть там Кантамбрийское море. Бакероны тут на юге. И они у нас разделяются. Есть слово анчоус отдельно, есть бакерон отдельно. Хотя для многих туристов это одно и то же. Но малагийцы вам всегда скажут, и это не одно и то же. Бакерон есть бакерон. Кто-то, может быть, вообще это назовет килькой. Потому что, я так понимаю, все это одно семейство. Все равно рыба же отличается от того места, где вылавливают. И большинство названий рыб, морепродуктов я не перевожу. Потому что даже те же вот эти креветки, да, мы называем все креветками. У нас просто нет такого разнообразия в России. А здесь каждый вид креветки от маленькой до большой, там их тысяча названий. И каждая по-своему называется. Нельзя так все назвать, например, гамбос. Нет, гамбос, сигалос, гамбонис, гамбон и так далее. Там столько вариантов. Все не запомнишь. Один из главных стереотипов об испанцах, это то, что они все темненькие такие, брюнеты красивые. Но даже в Ангелуси, если вы поживете, есть блондины. Некрашенные, настоящие блондины. Да, их, конечно, меньшинство. Все-таки большинство темненькие. А вот если переехать уже на север Испании или на центральную часть, там реально очень-очень много светлых. Или посмотрите фотки принцесс, то есть дочерей короля Испании, Филиппа VI. У него они обе блондинки красивые. И много есть также и голубоглазых. То есть такой стереотип, что тут абсолютно все темные, совсем не так. Еще, кто не знает, испанцы многие далеко не высокие. Чаще, наоборот, низкого роста. Хотя, если брать по моему окружению, у меня абсолютно разные друзья. То есть у меня муж очень высокий, под метр девяносто. Его друзья напополам. То есть где-то под его рост есть некоторые невысокие. Там, может быть, метр семьдесят. То есть, ну, нельзя так. Я не могу сказать, что они там в целом у нас все низкие. То есть кому как попадаются. У нас и друзья также, с кем я знакомилась, тоже есть и высокие. И поэтому часто то, что у меня и муж, и его сестра, они очень высокие. Они на концертах все всегда видят. Становятся даже подальше, чтобы не заграждать пространство остальным людям. Потому что им всегда все видно. Вот какое у них преимущество. Еще на что обращаешь внимание, как турист, ну, или даже когда тут живешь. Но это не обязательно. Это в Европе, в Испании в целом. Кажется, что тут общество очень толерантное. Она, как бы, когда телевизор показываешь, читаешь газеты. Так, в ситуации в целом, кажется, что действительно это так. Поддерживают, естественно, тех людей, которые и с ограниченными возможностями. Везде можно проехать на коляске. Это очень классно. Также есть люди очень разные страны, с болезнями. И к этим всем относятся нормально. Да, вроде так. Но с точки зрения полной толерантности, на самом деле, тут не вижу. Они могут вам глотание сказать. Ну, например, к марокканцам испанцы относятся очень-очень нехорошо. Но в основном есть предубеждения. Тем более, я не знаю, 8 веков тут арабы правили Испанией. Теперь их огромное количество приезжает. Точнее, вот с Марокко убегают, живут в Испании. И их часто называют морос. Хотя, если просто перевести, это просто переводится марокканцы. Ну, или арабы, да. И это слово не обидно, на самом деле. Но сами испанцы вкладывают в него такой немножко негативный смысл. И в целом, конечно, люди очень позитивные, добрые. К вам там пытаются всегда помочь. Но единственное, конечно, это не всегда, как бы, не знаю, радость, позитив, настоящее бывает. То, что они просто вам открыто это не говорят, а потом будут обсуждать за спиной. И часто вот именно в испанскую кампанию не так просто внедриться. Ну, в принципе, даже вы сами подумайте. Вот у вас есть свои друзья, да. Появляется какой-то иностранец. Ну, зачем он вам нужен, да. То есть у вас есть уже самая компания. И это дело каждого иностранца. И если он хочет, как бы, обеспаниться, я бы сказала, да. Но даже не то, чтобы обеспаниться, а именно вклиниться в испанскую культуру, обрести испанских друзей. Для этого нужно приложить очень большие усилия. И чтобы это сделать, что лучше всего? Это различные кружки, там, по интересам. Спорт. Спорт очень важен. Или, как если, допустим, вы очень любите собак, то можно познакомиться с большим количеством владельцев собак. Потому что испанцы гуляют, естественно, каждый день с ними. Или, может быть, даже то, что с детьми помогает. То, что если вы вводите детей на кружки, в школу, естественно, вы с мамой строить не общаетесь. Но не у всех это так складывается. И нужно реально появлять очень большой интерес. Особенно если у вас испанский слабый, естественно, вам сложно с ними общаться и очень сложно подружиться. Поэтому испанский язык очень-очень важен. Хоть они вам и будут говорить, что у вас испанский суперский, хоть вы там и только можете сказать, я хочу что-то там купить или я хочу там поесть, этого, конечно, недостаточно для полноценного общения. Поэтому учите язык и внедряйтесь в культуру. Потому что особенно у кого нет испанских друзей, там, испанского мужа, жены или, ну, кто уже, может, переехал, то есть вообще только своими русскоязычными семьями, то это совсем непросто. А теперь я задам вопрос моему мужу Антонио. Что он думает об испанцах? Как он их может охарактеризовать? Посмотрим, совпадут ли наши мнения, то, что я вам рассказала и то, что скажет он. Думаю, будет интересно. Bueno, pues, creo que los españoles, sobre todo los andaluces, creo, son personas más cercanas y familiares y con relaciones de amigos más cercanas, creo. К... El resto de los españoles я не знаю, на самом деле, но я не знаю, что они здесь. Но я думаю, что другая близость. Но сказано, что они не берут ли эти слова «мнедряная»? Чем вы говорите «мнедряная»? Нет, это не проблема, что я не вижу так. Не нужно опасно. Нет, и с генариями они лучше для этого, как и с андалюцами. Они толеранты? Да. Я думаю, что здесь живут. Да, здесь живут люди. Да, здесь живут люди. В общем, в мире, в Европе, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке, в Африке. Но для моря, нет. Они имеют другим характером, поэтому они больше проблем с другими людьми. Не только с спаницами или с андалюцами, но и с кем-то. А иногда говорят, что и Андалюцам. Да, я много времени живу здесь, я не вижу такое. Но это не просто. Потому что люди больше всего, больше, больше. расслаблены и работают на то, чтобы жить, и они не так амбициозны. И люди это принимают как негативное. Да, из Европы-Норта. Да, я не вижу так. Да, да, да. Да, да, да. Спасибо, Антонио. Ты понимаешь? Очень хорошо. Спасибо. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео, и мой муж развеяло немного раз сомнение в том, что андалусийцы и вообще испанцы, да, они не такие ленивые. Это просто смотря с чем сравнивать. Если с Северной Европы или там США, которые работают, вообще у них вся жизнь настроена, то есть на работу, много работать, то у испанцев, у них самое главное это наслаждаться жизнью, и чтобы был баланс работы и жизни. То есть главное наслаждаться, особенно у андалусийцев. Допустим, если латиноамериканцев взять, то они еще больше наслаждаются, чем андалусийцы, то есть еще более замедленные. Поэтому все относительно в этом мире, и все люди разные, и даже среди андалусийцев есть очень большие трудоголики. Я таких тоже встречала. Допустим, даже пойдите в любой, если вы имеете свой ресторан, свой отель, вы от него вообще не можете быть оторван. То есть это все дело вашей жизни. И у всех по-разному. Поэтому, если у вас остались еще какие-то вопросы об испанцах, пишите в комментариях, я на них отвечу. До встречи, adios, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода